Приветствую вас друзья, меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на канале fit4life.ru Сейчас мы будем рассматривать, как правильно выполнять разгибание ног в тренажере. Это упражнение направлено на развитие передней поверхности наших бедер, так называемые квадрицепсы, мышцы, которые состоят из четырех пучков. Собственно говоря, поэтому и такое название квадро, квадрицепсы. В общем-то, все упражнения можно разделить на две условные категории. Те упражнения, в которых работает несколько суставов, это так называемые базовые упражнения или мультисуставные. Есть упражнения, в которых работает один сустав, это изолированные упражнения или односуставные. В данном случае у нас речь идет об односуставном упражнении. И особенность таких упражнений заключается в том, что они фокусировано бомбят какую-либо мышцу, исключая по максимуму работу второстепенных мышц. То есть у нас в подобных упражнениях изолировано работает то, что нужно. К сожалению, эти упражнения не очень идеально подходят для набора большой мышечной массы. Для этого нужны именно базовые упражнения. Но изолированные упражнения хорошо подходят для того, чтобы разогреть наши суставы, разогреть наши мышцы для тяжелой работы. Также они хорошо очень подходят окончательно добить наши мышцы после тяжелой базовой работы. Ну и вот разгибание в тренажере. Это и есть классический пример односуставного упражнения. Вы видите, разгибание у нас происходит только в коленном суставе. Тазобедренный сустав у нас зафиксирован. Соответственно, из-за подобного движения, из-за подобной механики происходит сокращение непосредственно наших квадрицепсов. Какие нюансы важны при выполнении этого упражнения? Первый, самый важный нюанс заключается в том, что вы с самого начала не должны гнаться за очень большим весом. Поставьте сначала вес поменьше, потом чуть-чуть побольше, потом еще чуть побольше. Это называется принцип пирамида. Это нужно делать для того, чтобы не травмировать свои колени. Так как нагрузка вся ложится через коленный сустав, очень важно щадить его, заботиться. Поэтому не бойтесь поставить буквально всего лишь пару плашек в тренажере, прежде чем начать разогревать свои ноги. За счет разворота ваших носков в разные стороны, можно акцентировать немножко нагрузку на внутренних или внешних краях. То есть я могу развернуть носки внутрь, могу развернуть носки наружу. Соответственно у меня будет немножко по-разному происходить загрузка моих квадрицепсов. Когда я наклоняю носок внутрь, у меня больше работает внешняя поверхность моего бедра. А когда я наклоняю носок наружу, соответственно у меня происходит больше загрузка внутренней поверхности моего бедра. На начальном этапе я не советую вам париться этими вопросами, на начальном этапе я вам рекомендую брать среднюю позицию, то есть когда носки у вас параллельны друг к другу, она наиболее оптимальна и просто плавно, без толчков выполнять упражнения. В нижней точке я обычно не кидаю вес, в нижней точке я сохраняю небольшое напряжение, в верхней точке я обязательно делаю паузу на секунду, 2-3, добиваясь так называемого пикового сокращения, то есть максимального сокращения нужных целевых мышц. Это очень хорошо, потому что благоприятно влияет на травмирование нужных мышечных волокон, соответственно это лучше приводит в дальнейшем к росту. Также это упражнение иногда выполняют одной ногой, любые упражнения, когда они выполняются одной ногой, они позволяют лучше ментально фокусироваться на работе конкретной мышцы, то есть так как у вас вся ментальная энергия, вся ваша психика сконцентрирована на контроле одной мышцы, а не двух. Но это больше вещь такая профессиональная, на начальном этапе тоже не стоит этим париться, берите среднюю позицию, работайте сразу двумя ногами. Также из важных советов могу вам порекомендовать не пренебрегать частичными повторениями в конце подхода, то есть когда у вас уже практически нету сил продолжать выполнение упражнения в полной амплитуде, вы можете делать частичную амплитуду. Когда у вас начинают гореть огнем ваши квадрицепсы, это не значит, что нужно вот прям сразу остановиться. Вы можете сделать еще частичные повторения и еще больше утомить свои ноги. Единственная просьба, если вы это будете делать, то делайте без рывков, без всяческих толчков для того, чтобы не травмировать свои ноги. Делайте частичные повторения, но делайте их плавно. Старайтесь всегда утяжелить работу своим мышцам, а не облегчить. Можете медленно опускать, быстрее чуть-чуть поднимать. Это все тоже делается для того, чтобы еще больше утяжелить работу вашим мышцам. Все остальные правила в принципе характерны для большинства остальных упражнений. Выдох мы делаем на усилии, то есть когда ножки у нас идут вверх, мы делаем выдох. Когда ножки у нас идут вниз, мы делаем вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Соответственно, смотрите паузы. Выдох, пауза, вдох. Выдох, выдох, пауза, вдох. Когда я устал, я могу сделать еще парочку частичных повторений. Но этого будет более чем достаточно, чтобы хорошо загрузить ваши ноги. И последняя рекомендация по поводу этого упражнения. Отнеситесь внимательно к спинке. Если вы не отрегулируете удобное положение вашей спинки, то вы будете сидеть либо слишком впереди, либо слишком далеко сзади. И вам будет неудобно фокусироваться на сокращении квадрицепса. Поэтому отрегулируйте такую позицию, когда сидушка у вас будет идеально находиться в коленном сгибе. И тем самым вам будет проще прикладывать нагрузку к вашим квадрицепсам. То же самое касается валика, под который мы будем засовывать наши ноги. Потому что если валик будет находиться слишком высоко и будет где-то рядом с коленом, нагрузка будет очень маленькая. Если валик будет находиться слишком низко, то нам придется его поднимать носком. В общем-то, а не квадрицепсом. То есть опять нагрузка будет уходить в ненужные мышечные группы. Поэтому подберите комфортную позицию по задней спинке и по валику для ног. И третий нюанс по поводу тренажера заключается в том, что пользуйтесь ручками. Обязательно пользуйтесь ручками для того, чтобы прижимать свой таз и свою поясницу к спинке. Когда вы прижимаете свой таз, это позволяет вам демонстрировать более удобный вектор силы. И соответственно, вам будет проще сокращать нужные мышечные группы. В общем, это разгибание на тренажере для ног детка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok